Привет всем, кто зашел на мой канал. Ну, очередная порция анекдотов, ну и начнем со сказки. То есть, жила спящая красавица, да? Ее хранил дракон. Была она за 3-9 земель, в какой-то пещере, потайной пещере. Ну, обязательно же найдется какой-нибудь мудак, который тебя возьмет да разбудит в выходной. Как и в жизни, короче. Ну, это... Немец, короче, русский и американец. Давай спорить, кто сможет кошку накормить горчицей, короче. Ну, американец берет кошку, короче, за голову и давай пихать ей горчицу. Тебе говорят, нет, это издевательство, нужно, чтобы добровольно кошка, короче, съела горчицу. Ну, немец берет, мажет на колбасу, короче, горчицу-то съедает, все такое. Нет, говорит, это же тоже типа кидаловая, ну, обманул ты ее кошку, короче. Русский говорит, давайте я, короче. Ну, берет горчицу, мажет коту. На жопу, короче, и говорит, а вот это уже по-русски. С песней и добровольно, короче. Ну, это, короче, у мужика врач, ну, психиатр спрашивает, чего ты боишься в своей жизни? Ну, ты пришел со своими страхами, он говорит, да я, говорит, боюсь стоматологов темноты. Он говорит, ну, стоматологов, понятно, а темноты-то что боишься? А ты прикинь, сколько там стоматологов может быть в этой темноте? Ну, и Дед Мороз такой стоит и со такими словами. Дед Мороз стоит и с такими словами. Ну, где я вам возьму столько мужиков на Новый год? И засовывает фалоимитаторы в свой мешок. Одна другая, ну, разговаривает, одна говорит, я спортом занялась, я поняла, что бег это мое, короче. Это, говорит, как? А как? Говорит, добегаю до компьютера, бегаю глазами по комментам, то есть бег это мое. Ну, и напоследок. Мужики возвращались после получки с работы, но на них напало три ящика водки и начали отбирать у них зарплату. Ну, и кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Удачи, пока!